Ом Ти Ви Ю Эй, про Головне. Вот и считайте, удар по ПВО, удар по финансам, удар в общем по экономике. Да, честно говоря, за нас взялись. У нас есть парень погибших, у нас есть два пограничника, которые раненые. Это нигде не афишируется. Мы устали от лжи. Как мы можем доверять нашим властям, когда нас обманывают? Мы не знаем правды. Мы устали от этого. Мы не можем врать. Мы Россия, мы русский народ. А для них это ключевое. Вот он как раз сказал, надо врать. У нас дети в школу не ходят уже третий год. У нас стоит дистанционка. Дистанционка стоит, у нас нет интернетов. Наши дети не получают того образования, которое должны получать. Представляете, кошмар. То есть они ни в одно учебное заведение не поступят. И мы за это переживаем. Сейчас идут праздники, кладбище. Люди не могут прийти на кладбище убрать, чтобы поставить хоть элементарно цветочки нашим родным, которые там сейчас. Нам запретили, потому что все заминировано. Нам сказали, идите лесом. Ну мы и пошли. Ну мы и идем до сих пор. Как жить дальше, мы тоже не знаем. У нас дороги, которые невозможно просто проехать. Вызови скорую. Да пока человека будут везти по скорости, он будет тяжелый, он просто умрет в этой дороге, в этой скорой. Погружаете огромное количество людей в депрессию, истерику и психоз. Ну не надо этого делать. Ну не надо все рисовать в каких-то сверх темных красках, да? Они не хотят сюда даже ехать к нам скоро, потому что у нас дорог нету, нету дорог. Это просто какой-то ад. Братья, вы сегодня на передовой, на первой линии борьбы добра со вселенским злом. Не больше, не меньше. Именно так нам всем это и надо воспринимать. Никто, кроме России, кроме россиян, кроме наших братьев, весь этот беспредел не остановит. Страна с вами, народ с вами, вы с нами. Огромное вам спасибо и низкий поклон. И вот то, что сегодня наш президент, наш верховный главнокомандующий приехал туда, где решается судьба страны, где идет реальное управление боевыми действиями, это сигнал в первую очередь тем ребятам, которые на переднем крае. Он своим приездом им говорит, «Ребята, я с вами, я здесь, я рядом, я вас вижу, я вас чувствую, я вас не оставлю». Страна с вами, народ с вами, вы с нами. Я с вами, я здесь, я рядом, я вас вижу, я вас чувствую, я вас не оставлю. Освобожденные территории становятся частью России, то по нашему закону, то даже можно завести срочников. Освобождение Донецкой и Луганской областей, которые сейчас признаны Российской Федерацией в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом. В отношении других территорий Украины, на которых осуществляется военная операция, подчеркну еще раз, решать свое будущее должны жители этих районов. Они должны сами определиться, в какой среде они будут дальше существовать. Запад начал системную войну на уничтожение Российской Федерации. Если Российская Федерация начнет терпеть поражение в войне, то украинские войска пойдут не только на Крым. Они пойдут и на Ростов, и на Кубань, и везде, куда, насколько у них хватит сил и возможностей. Естественно, я даже нет ни малейшего сомнения в том, что противник в случае нанесения поражения российской армии будет наступать и на Донбасс, и на Крым, и везде. Вот ради передышки они могут пойти на краткосрочные перемирия для того, чтобы восстановить свои силы и еще немножечко поддержать перед кремлевскими то ли дураками, то ли вредителями, то ли в одном флаконе морковку договорника. Нас опять пытаются шантажировать. Вновь угрожают санкциями, которые, кстати, я думаю, они все равно будут вводить по мере укрепления суверенитета России и роста мощи наших вооруженных сил. Доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты. И все время вы врете. Постоянная ложь. Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие 3-4 месяца, безвозмездно предоставить Буркино-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканская республика, Эритрея. Вот 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Деньги есть. Все, что надо городу Севастополю, он должен получить. Но как? 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 Вполне реальная вещь. Мои личные связи и ваша самодеятельность. Вот все, что необходимо для организации международного Васюкинского турнира. Пойдете на референдум? Обязательно. Побегу, а не пойду. Так жить, как мы живем. Мы же нищие. 10 рублей картошка, пенсии, тысячи. Скажите, пожалуйста, вы за что будете голосовать? За Россию. К Путину. Спасибо. Мы приложим максимум усилий. Это мой подарок Севастополю. Спасибо. Безвозвратный кредит. И без процентов. То есть подарок. Спасибо. Бесплатную доставку этой продукции потребителям. Безвозно, без дно. То есть даром. А, даром. Понятно. Газ. Газ. Любые продукты энергоносителей вы будете получать в неограниченном количестве. По самым низким ценам. А если надо, и бесплатно. Да. Все зависит от вашей самодеятельности. Я повторяю, организацию беру на себя. Материальных затрат никаких, кроме расходов на Телеграм. Поэтому все вопросы экономические, моральные. Мы добьемся, чтобы у вас было мощное свое телевидение в Севастополе и в Крыму. Свои газеты, свое радио. Чтобы было больше консульских служб в России. И в Крыму, и на всей территории Украины. И здесь, в городе Севастополе. А российские каналы? И все дальше вы будете сами решать. Чтобы никто не навязывал никому. Цены большие. Очень трудно. Работы нету. Молодежь. Поэтому нужно, чтобы в Севастополе самое главное, чтобы была работа для всех. А тогда уже цены повышать. А что ж люди? Я не знаю как. Я вам обещаю, что Россия окажет любую помощь вам. Моральную, политическую, экономическую. У вас всегда будет газ. У вас всегда будут миллионы русских туристов. И вы будете иметь тот статус, который вы хотите. Самый высокий статус. Самая большая автономия. Москвичи, стесненные жилищным кризисом, просятся в ваш великолепный город. И пусть спокойно этого не надо бояться. Запад гибнет. И погибая, хочет в могилу потащить еще нас, в Восточную Европу. Мы с вами не гибнем. У нас с вами Олимпийские игры. На которых мы победили. Хорошего настроения. Да здравствует Севастополь! Ура! Это наш русский флаг. Белосиня краска. И Андреевский флаг. Да здравствует Крым! Война за Россию! Матушка! Если у них есть Майдан, то у нас в России есть Магадан. Мы можем помочь. Помочь туда. Перебраться. Все, что реально могло бы произойти, это все то, что реально могло бы произойти, если бы не выбор кармчан. Спасибо им за это. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОБЕ不好 Можно с уверенностью сказать, что это план превращения войны локальной в глобальную войну между Россией и НАТО.